Не ждите меня на работе Добрый вечер, дорогие друзья! Наступил, наконец-то, четверг, и в эфире двухнедельная обзорно-аналитическая передача «Натуре». Друзья, как вы видите, немножко мы сменили свой имидж, наступила весна, нужны какие-то перемены, и вот они пришли и на нашу передачу в студии Михаила Меркулова, Дмитрий Ершов и наш сегодняшний гость, руководитель футбольного клуба «Титан», генеральный менеджер сборной России Александр Зой. Саша, приветствую тебя! Приветствую! Как тебе за нашей барной стойкой? Извини, не предлагаем чего-то крепкого. Нет, я, поскольку не пища человек, поэтому прикольно, но неуютно, скажем так, лучше на диванчике где-нибудь, в тихой и спокойной обстановке. Ну, мы тоже потихонечку привыкаем к этой студии. Саша, я сказал про то, что ты генеральный менеджер сборной России, ты сейчас являешься таковым? Ну, скажем так, я Дмитрию и Артему и всей сборной оказываю определенную помощь как в поиске игроков, так и в поиске потенциальных спонсоров, но из-за плотного графика частично отошел отдел, не смог поехать ни в Гватемалу, ни в Тунис. Ну вот в Тунис ты не съездил и сборная не выиграла, да? Первый твой, по сути, выезд. Ну, в Гватемалу не поехал, тоже выигрывал. Ну, это все-таки немножко другой формат был, да? Все-таки это был 7 на 7, а Тунис был 6 на 6. А первый твой выезд с командой 6 на 6 завершился. Ну, это благодаря жене. Все благодаря жене. То есть она как... Ну, она как талисман перед игрой была всегда. Как талисман. Что-то планируется сейчас, какие-то поездки сборной? Ты в курсе вообще, да? Ну, я слышал последнюю информацию по дню массового футбола, 17 мая, если не ошибаюсь, или 27 мая. То, что будут игры в трех форматах, 6 на 6, 7 на 7 и 8 на 8. И, в принципе, уже про международные турниры Дмитрий я рассказывал, но пока никакой конкретики нет. Должны встречи провести. Ну, все-таки основная тема сегодняшнего разговора, Саша, это у нас Еврокубки, да? Твоя команда выступает в Кубке ОФЛ. Наверное, мы, Дим, начнем, да? Именно с Еврокубковых матчей вы ездили в гости... В Восток, к Саутику. Да. Честно говоря, мы с тобой общались, да, еще вчера. Ты мне сказал, что многие считали, что вы едете... Туристами. Туристами, да? Да, действительно. Мне многие говорили, что Селтик сильнейшая команда, у вас шансов нет. Тем более, все условия для прохода Селтика были созданы в боезная ничья. И потом дома на нестандартном, непривычном поле для нас мы играли. Ну, это на руку сыграло? Это хорошо, что Титан недооценивали? Конечно, всегда приятнее идти андердогами, вот даже вспоминать, начиная там со второй лиги, мы вышли во вторую лигу, взяли футболистов, все кричали там, наш вечный конкурент Реал Москва, да, что они сто процентов выиграют, т.д. и т.п. В каждом матче мы шли андердогами, нас недооценивали, мы выиграли. По итогу мы заняли первое место. Дальше вышли в первую лигу, там свои фавориты тоже были, все на них ставили. Опять, ближе к концу сезона нас уже начали там серьезно воспринимать. Сейчас вышли в премьер-лигу и, собственно, в кубок ЛФЛ. Да, там уже другой уровень футбола, другой уровень команды и почти все настраиваются как на нас, так и на аутсайдеров. Ну, вот в случае с Элтика, видно, мы их не убедили по первой игре в нашей состоятельности. И на вторую игру они как-то ощущались, что приехали немного расслаблены. Это, конечно, нам на руку сыграло. Ну, вот ты сам-то, честно, когда ехал туда, видел с Элтик фаворитом? Я всегда вижу фаворитом вас. Просто периодически приходится подстраивать нашу игру под соперника. Вот и все. А какие доводы приводили вот те люди, которые говорили, что вы едете туристами? Да, все-таки, извините, если сравнивать фамилии, состав все-таки как минимум не хуже. Ну, в футбол играют не фамилии, в футбол играют прежде всего люди. И кто в каком состоянии перед игрой подойдет, кто особенно решает. И есть фамилии, люди по меркам большого футбола. Да, Костя Головской заслуженный, Антон Архипов, Лешка Медведев, Дамасов ЛФЛ, в принципе, людей, которые заслужены. А есть топ-игроки уже по меркам ЛФЛ в этом формате. Тот же Курамшин, просто сумасшедший столб. Тот же Урозак нам, я считаю, очень повезло, что его не было. Краек там с правого фланга, к сожалению, не помню фамилию. Шестой номер, если не ошибаюсь, тоже очень достойный. А то это Ерошкин, который в первом матче 2 гола нам отгрузил. Тоже очень серьезный краек. То есть в плане подбора игроков Салтик очень достойная команда. И по игре, вот я руководителю Салтика говорил, что, на мой взгляд, мы играем за всю историю команды Титан. Это, наверное, самая сильная команда по игре была, с которой мы играли. Именно Салтик. Да, ну, по подаче, по ведению игры. А вот игровой дисциплины, конечно, порой им не хватало. Мы как раз за счет этого их и наказали. Можете сильнее Атлантиса или того же Барса? Ну, с Атлантисом не играли. С Барсом играли один раз. И я, честно скажу, очень плохо помню игру. Но по ощущениям, как именно сбравки смотрелось, Салтик был поинтереснее. Даже вот на Сетон-парке. Ну, поле. Опять, наверное, вспомним его, да, на Востоке. Это всегда раздельное большое поле пополам. Вот. Как-то оно мешало? Долго ли привыкали? Нет, мы привыкли сразу. И установка от Леши была, что играем на контратаках. У нас есть довольно-таки быстрые игроки. Антон Архипов тот же. Женя Севастьянов, к сожалению, не смог Женька принять участие в последней игре. Из-за травмы врач буквально в раздевалке его не допустил. И ставка делалась на то, что мы будем убегать, учитывая то, что определенные игроки Салтика не очень любят назад работать. А их защитники, они хоть и крупные, опытные, но внизу более тяжеловато от них проще уйти. Ну, вели 2-0. Вели 2-0. Вели 2-0, забил 2 Антона Архипова. Все верно. Наши телезрители могли видеть эти два мяча, пока мы разговаривали. Сценарий был похож на первый матч. 2-0 повели, только дома вели. 1-0. В первый матч мы 1-0 повели. Да. Тут же пустили. Да, да. Но я к тому, что вели. И опять тут же пустили. Почему сейчас два мяча уже? Почему опять? Это вот опыт, нехватка? Я думаю, это нехватка опыта, сыгранность все-таки на самом высоком уровне в ОФЛ. Мы играем буквально с начала сезона. Я не беру в расчет прошлый КФЛ. Наш первый блин к комам, так сказать, был. Где-то опыта, где-то концентрация. Да, и если посмотреть на голы, первый гол мы весьма глупый пустили. Там кто-то где-то не разобрался, если я не ошибаюсь. Фролов с Мадьяровым. Мадьяров буквально вышел на поле. Соответственно, они неправильно друг другу игроков передали. Появилась зона. Селтик играет, в принципе, просто. При возможности первый сразу бьет. Случился удар, рикошет. Вратарь не потянул. Лег в другой угол. Сравняли. Второй гол я плохо помню. Но это, по-моему, там минута пятая. Ну, собственно, Ерошкин его и забивает. Да, минута пятого-второго тайма. Там опять, по-моему, серия рикошетов была и добивали. То есть тут даже тяжело сказать, кто-то проспал или не хватило концентрации. Тут скорее больше просто сопернику повезло во второй игре. 2-2. Точнее, нет. Вы уходили на перерыв, ведя в счете 2-1. Что было в перерыве? Какие были мысли отстоять, отсидеться? Как должны были? Мысли были все, давайте заканчивать, домой порадуемся. Там полуфинал. Ну, да, конечно, играли от обороны, в принципе, что в первом тайме, что во втором тайме. Всю игру пытались ловить соперника на ошибках. Часто Салтик ошибался? Как ты думаешь? Как таковых позиционных ошибок и, в принципе, игровых у Салтика было минимум. Вся острота действия шла после того, как наш центральный защитник выигрывал борьбу центрального нападающего Салтика. И мяч быстро доставлялся либо во фланге, либо в центральную зону, либо на Медведева. И Алексей уже скидывал на Архипова. Ну, в свободную зону в основном старались играть. В принципе, после ошибки был забит только третий гол. Это когда вратарь одним броском отрезал всю команду, и ребята вывалились 2-0, по сути дела. И Архип уже в пустые ворота забивал. А кто играл на воротах? Карпов. Вадим Карпов. Просто Вадим Карпов заявили, и он отыграл несколько матчей, после чего вернулся Костриков, и он играл, по-моему, одну или две встречи. У нас задумка простая. У нас, в принципе, игровую практику должны получать все игроки, потому что подбор игроков у нас хороший и достойный. Мы не разделяем состав на стартовый и запасные. Сегодня начинают одни сильные. Но это все касается, в основном, полевых игроков. Все-таки вратарская позиция, она... Пожалуй, я согласен с ним. Вратарская позиция, Дим, понимаешь, что же такая ситуация, то, что Юра подписал профессиональный контракт. Он давно к этому шел, очень хотел, и Велес его забрал. Он, насколько я знаю, сейчас номер один Велеса. И держать полноценного первого вратаря в УфЛ, номером один, основного вратаря из Велеса, очень сложно, потому что там у них контрактные отношения. Соответственно, ситуация может сложиться простая. Игра одновременно Титан и одновременно Велес. И он волей-неволей должен будет выбрать Велес, потому что у него подписанный контракт. А вы волей-неволей должны это принять? Да, мы должны это принять. И, соответственно, надо уже будет брать игрока с запаса. А, как правило, вторые вратари, они мало где практику игровую получают. И может выйти конфуз. В принципе, из-за этого мы быстро взяли Карпова, потому что третий вратарь наш, на тот момент второй Сухорученко, он тоже в Велесе был и остался. И Карпов не перестает меня удивлять. Нет, Карпов здорово действительно сейчас защищает последний рубеж. Но тогда получается, что когда приезжает Костриков, не должен Карпов, да, наверное, садиться в запас? Сейчас Карпов не садится. Костриков пропустил только игру с Селтиком. В остальных играх он был. С Веером мы планировали вообще вратарям дать по тайну. Но игра сложилась так, что присутствие Карпова на поле было нужнее. И Юра, в принципе, это понял прекрасно. И там обид никаких не было. У нас есть еще дубль, где, в принципе, вратарей, которым не хватает игрового времени, едут с удовольствием там получать игровую практику. Как на линии ворот, так и в центральном нападающем. Ну, вообще, фактор вратаря, особенно в важных матчах, он один из решающих. Конечно. Тем более в ЛФ. На мой взгляд, немножко чего не хватает Мегатитану в решающих матчах, возможно, да. Это вот стабильного, сильного вратаря. Когда Мегатитан, ну, такое лиричное отступление, брал хороших вратарей, и именно постоянных, я имею в виду, да. Постоянных. Это Гуреев. Это Алексеев. Вот, ну, сначала Алексеев был, да, они стали чемпионами, и была очень мощная команда. И был, когда Гуреев из тройки, помните, да? Ну, один сезон. И тогда, да, у Мегатитана были самые лучшие результаты, игра была мощнейшая. Вот что-то похожее, наверное, у вас, когда у вас стабильность будет. Вот мы отмечаем на протяжении всего сезона. Я, честно скажу, что я, в принципе, считаю, что залог успеха – это стабильность игроков и дисциплина. Я против массовых перетурбаций в составе, с точки зрения, сегодня там один хорошо играет, второй плохо, второго вышит на его место, взял игрока. Это неправильно, ведь у всех бывают там эмоциональные ямы, физические ямы. И со временем они все равно дотягиваются до определенного уровня. Поэтому надо играть одним составом и развивать то, что есть. Когда Алексей приходил в команду уже на роль главного тренера, мы с Лешей обсуждали по игрокам, а он мне сказал, что мне нужны все, и единственное, мы в следующем сезоне делаем одно только усиление одного игрока. И Леша сказал, что если обещали человеку, его надо брать. Тем более, он знает фамилию, а пока говорить не буду, он нас усилит. Вот и все. Следующий сезон мы планируем играть этим составом. Мы уже громких трансферов делать в исключительных случаях, если кто-то действительно по определенным причинам отвалится. Отошли мы немножко от матча непосредственно с Селтиком. 3-3 было. Матч катился уже, казалось, к ничьей, да, Саша, уже твои мысли. Все, я сидел и думаю, капец, кого ставить на пеньки, потому что если, опять же, ссылаться на статистику, пенки мы бить не умеем. У нас бьют хорошо пенальти только вратари, потому что они каждую тренировку в паузах встают и начинают... Тренируют это, да? Да, и начинают друг друга просто бить. Кто-то ловит, кто-то отбивает. Ну, благо вратаре у вас много. Да, у нас как раз Поликарпов приехал, Карпов был. Я думаю, так, первый идет бить Поликарпов, второй Карпов, третий... Опять Поликарпов. Да, вот, а на ворота встает Фролов. Фролов. Вот, и да, действительно, начал думать насчет пенальтистов, уже на нервах ушел за ворота соперника досматривать игру. Я смотрю, Архип получает мяч, разворачивается, пробегает, падает на нем в фаля, штрафной. Подходит Костя Головской и... Паузу взял? Почему такую длинную паузу взял? Что он ждал-то? Наверное, по-любому спросил. Я не знаю, он, мне кажется, смотрел на мою реакцию, испытывал мои нервы, потому что я думал, хоть бы не разыгрывали. Просто... У вас не идут розыгрыши в этом году? Не идут розыгрыши, да. Было пару сумасшедших, но, опять же, после них не забили, а после прямых все равно там 2-3 голома не забили. Тем более, практически на боковой линии-то штрафной был. Конечно, там, в принципе, в дальней посильнее с подрезочкой сидит. Ну вот он и ждет, и... И Димка разбегается, бьет Архипов прямо, показывает, куда бить, попадает в него, попадает в Медведева, потом, по-моему, опять у него и в ворота. Я думаю, ну все, я побежал на поле праздновать победу. 30 секунд до конца оставалось. Да, конечно, такая эпическая победа получилась. Ну, как вот можешь ее охарактеризовать? На жилах. Справедливо ли прошли Селтик? На то, да. По делу ли? Я скорее склоняюсь, что по делу. Да, первый матч где-то с преимуществом Селтика был, да. А второй все-таки, я думаю, что острее были мы, потому что мы не забили там еще 2-3 хороших момента. А Селтик всю остроту создавал дальними ударами. Потому что Курамшина, я считаю, полностью перекусил Дима. И дальними ударами там били, 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 били. Да, было опасно. Было пару ударов там 7-8 метров вратарь спасал. Но в основном это были скорее подходы. Вот один дальний удар, конечно, сумасшедший был в исполнении Короля. Ну, который третий мяч, который, собственно, сравнял счет. Да, я таких голов не видел. По-аналогичному пропускали тоже от игрока Селтика, от Сверида на чемпионате России. Ну, я думаю, гол Короля намного красивее. Ну, наши зрители могли видеть его в обзоре, который мы только что смотрели. Саша, прежде чем мы перейдем к другому матчу нашей команды, трансконтейнер-усадьбы Банны, несколько вопросов по твоей команде. Было сейчас изменения некие, да. На мой взгляд, мы обсуждали это в передаче. Наверное, ты, может быть, смотрел. Они напрашивались. Ну, дело все... Я имею в виду смена главного тренера, чтобы телезрители понимали. Миш, ты понимаешь, что любая команда, в принципе, это живой организм. Ну, безусловно. И один человек, ну, за исключением... Я вот на своем примере, не на своем примере, а в принципе, даже на практике мирового футбола знаю только двух тренеров, которые просидели, ну, проработали действительно в команде очень большое количество лет. Первый – это сэр Алекс Фергюсон, второй – Арсен Ленгер. Как бы мы не хотели, чтобы Володя у нас заработал постоянно главным тренером, но наступает такой момент, когда надо что-то поменять. Вот. Мы спокойно сели с Володей, тем более у нас параллельные проекты есть, как на Юго-Западе, я думаю, у нас будет полноценная команда, так и в большом футболе мы рассматриваем несколько проектов, где Володя будет иметь тоже свою роль и одну из основных. И поэтому лучше же это было и выгоднее как для команды, так и для Володи и Леши сделать это сейчас, чем оттягивать просто до конца сезона. Ну, возможно, перед важными играми это был и правильный шаг для того, чтобы встряхнуть команду. Тем более, Саш, ну, я слышал, да, что не все так было здорово в коллективе, не все были довольны. Ну, я думаю, это слухи, потому что, что сборы, что вот, думаю, не секрет, что вместе с командой очень часто собираемся там через выходные. И Володя на каждой встрече присутствует, и в принципе, все, всем довольны. Бывает, ну, минутная вспыльчивость, кто-то не вышел на поле там в определенный момент, где-то проиграли, пообижались, потом там во вторник руки пожали на тренировке, отторобанили одну-вторую тренировку, потом опять игра. Поэтому нет, такого не было у нас. У меня вот вопрос от нашего коллеги, от Максима Киселева. Он очень был раздосадован тем, что Головской постоянно находился на скамейке запасных. Но неужто и Головской как бы к этому тоже так относился легко? Понимаешь, опять же повторюсь, у всех свою роль в команде и на поле. Если в тех матчах Головской менее нужен был, не как человек, а его игровые качества, то в матчах с Селтиком, с Трансконтейнером, где именно команды взламывать надо, Головской более необходим, конечно. Ну, с Селтиком он первый матч не играл, а во втором он практически сделал результат. Его удар предопределил. Не его удар. Нет, не Головской же разбегался. Нет, Головской просто разбегался. А, потому что за кадром было не видно, да. Но все равно появился на поле уже, мне кажется, что с Селтиком, с командой, которая играет именно в футбол, да, Головской был. Конечно, смотри, во-первых, размеры поля были больше, соответственно, это поле создано для передач как раз Головского. Он, ты сам знаешь, играл с ним, насколько я знал, я не в сборной, он одним касанием может отрезать не одну линию, а две. Он бразильцев возил, извините, на моих глазах. Нет, ну, конечно... Но тут другой вопрос, как его использовать. Опять же-таки, был Барс, там был Валерий Лихобабенко. Его использовали специально, там, то есть его дали роль свободного художника. В Бат-Ландисе Головской играл тоже очень много. Я, к сожалению, в ФЛ слабо представляю роль свободного художника. Ну вот, смотри, у нас на поле 7 игроков плюс вратарь. Если кто-то не отрабатывает этих игроков, соответственно, что образуется? Свободная зона. Свободная зона. Если образовывается свободная зона, то что? Соответственно, в нее можно влезть. И не во всех матчах физические кондиции Кости, ну, это вполне объяснимо, уже 43 года, за такой памятник можно ставить в 43 года и все бегать и в форме быть. Физические кондиции, конечно, позволяют играть, там, 40 минут и даже 30. Вот вопрос теперь про Алексея Медведева. Теперь он главный наставник Титана, но мне хочется его больше видеть все-таки на поле, пока что, да? Я, честно скажу, и мне тоже больше. И я поддержу вас, и я вас поддержу в этом плане. Мне хочется, чтобы Леша стал лучшим бомбардиром и все привилегии получил, но, к сожалению, когда ты становишься главным тренером, приходится выбирать. На данный момент у нас из-за серии травм игроков просто нет нападающего второго. Архипов, каким бы хорошим нападающим ни был, но он не столб, и тем более в условиях Востока он стартует и убегает очень хорошо. Поэтому, в принципе, Леша играл почти весь матч. Я думаю, если будет соперник менее сильный, чем Селтик, все-таки Леша будет начинать замены. Очень интересно. Молевое предложение такое. Ну, опять же, это решает Леша, и я думаю, вопросы-то надо задавать ему. Ну, эксперимент все равно до конца сезона же он, да? Потом, наверное, придется все-таки выбирать, мне так кажется, да? Вот, интересно, посмотрим, что из этого получится. Ну, на самом деле, это реально очень сложно совмещать. То есть, я пока не знаю, как относиться к случаю. Я поиграл с Вером, видел, как Леша совмещал, и как ему сложно было. Он большинство времени смотрел не где мяч находится, а где, кто, как располагается из команды. Потом мяч в ауд вылетал, он бежал. Так, Саша, Палыч, Костя, надо там того-то поменять. А потом говорил, не, лучше я сам заменюсь из бровки, понимаешь? Да, это действительно сложно. Вратарям там еще как-то проще. Они там сзади смотрят, вот как Каша Кашвили Георгий. Да, он смотрит там из бровки, а потом говорит, так, надо поменять того-то, вот ты на банку, ты выходи. Ну, уртарист своего видения. Словиний раз, и чем это закончилось, Саша? У руля Альберт Оскок сейчас находится. Не жалеете, что они перехватили Альберта? Я даже, честно скажу, не знал, что есть такой тренер и никогда не рассматривал. Кстати, про Медведева. Вот он давал установку перед матчем ответным с Селтиком. Такое ощущение, что он дал сам ее себе, потому что он три голевые, по-моему, отдал, и забил победный гол. А установка звучала, так, играйте на меня. Я даже отдал две голевые, но он, в принципе, он заряжал именно команду. Причем, как на последний бой, до мурашек, результат этой установки был виден на поле. То, что все, по-моему, за выражение, на пятой точке весь матч. Даже Костя Головской, я так, мы потом шутили после игры с ребятами, что за весь тот сезон и сезон в Атлантисе, который он был, он там подкатился 3-4 раза, а за один матч с Селтиком больше 10 раз. Ну да, интересно. У меня последний вопрос по команде. Саша, скажи, пожалуйста, что сейчас с Владимиром Коротковым? Сейчас объясню, почему я задал тебе этот вопрос. Владимир Коротков остался в структуре Титана, и, в принципе, он с нами будет работать от начала проекта. Ну, то есть к западному Титану, так скажем, он не имеет сейчас отношения? Он имеет отношения, но он не появляется просто на бровке. Я тебе скажу так. Ну, то есть он как-то... Серый кардинал? Да. Кардинал Аришелья. Но он не лезет, не мешает команде? Нет, 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 нет. Как умный человек может мешать команде? Да, он дает дельные советы, где-то мне, где-то там Лёше подскажет, где-то игроку подскажет. Но, в целом, он не присутствует в раздевалке на бровке, но имеет отношение к западному Титану. Объясню, почему спросил. Перед вашим первым матчем с Ялтиком я с Владимиром Коротковым встретился в столовой на Сетане. И он, я уже рассказывал эту историю, спросил меня, предложил, точнее, заключить пари на матч ФКСП с «Авангардом». Как сыграет? Он сказал, что «Авангард» выиграет, я сказал, что ФКСП выиграет. Первый матч ФКСП выиграл 2-1. Большое спасибо еще раз скажу. Мы спорили на бутылочку чего-нибудь. Саша, я просто через тебя еще раз хочу напомнить, что Владимир Коротков должен журналисту западной лиги Михаилу Меркулову свой бутылочку чего-нибудь. Без вопросов, я понял. Да, это, ну, сам знаешь, долг это святое. Саша, перейдем ко второму матчу. Да, вот прежде, чем перейти ко второму матчу, знаете, на кого уже попали? Ну, транс-контейнер. Уже обсуждал даже с Крыловым. И, честно, мне обидно, вот я вам скажу честно, мне обидно, что вы попали на транс-контейнер. Ну, вот в финале бы попали бы, вопросов нет, было бы лучше. Ну, не знаю, как тут, почему так, две команды, ну, не знаю. Я вот, такие у меня сомнения, не самые, ощущения не самые такие вот восторженные. Я, честно скажу, я, в принципе, не радовался бы ни одному сопернику. Все соперники, если вышли в полуфинал, значит, они уже априорно достойны. Это, согласен. Но хотелось бы, конечно, с западной командой встречаться в финале, чтобы и трофей уехал на западную, но и гарантированно на следующий сезон еще одна западная команда представляла кубок ЛФЛ и, соответственно, играла в лиге чемпионов. Первый матч транс-контейнер выиграл неожиданно со счетом 3-0. И перед матчем я пообщался немножечко с травмированным капитаном Усадьбы Баном Леонидом Пескуновым. Он сказал, что ребята в первой игре были уставшими, потому что были какие-то еще турниры. Вы знаете, Усадьба Баной во многих играет мини-футбольных прекрасная. Я плохо знаю историю Усадьбы Баной. В принципе, с командой плохо знакомы, знаю там. Нет, я просто говорю, что в основном играет мини-футбол, профиль, и ездит на разные турниры просто. И вот говорят, что это была третья игра. Приехали уставшими, на что я спросил, собственно, сейчас-то свежие? Ну, вроде как свежие. Для Транс-Контейнера было что главным, наверное? Оберегать, да, оберегать. Результат 3-0 тоже достаточно комфортный. Но за счет того, что нет все-таки гола, здесь как бы гостям, тем командам, которые надо забивать, здесь все-таки полегче. Сравниваешь уже пенальти. Вот будем смотреть сейчас нарезки этого матча. Для Усадьбы что было главное? Наверное, забить сам дебют. Да, вот собственно он и получился. Ну, они там, насколько я помню, вообще в течение трех минут создали два суперголевых момента. Там с попаданием в штангу второй момент был. Ну, к счастью, для Транс-Контейнера не забили. Вот, к счастью, и ты знаешь, мне показалось по первым минутам, что Транс-Контейнер может поплыть. Вот честно. Я больше скажу. Я, посмотрев матч, ну, во время просмотра матча, думал то, что Транс-Контейнер постигнет участь Усадьбы Банны, когда они поехали на выезд на север к Интеру. Когда первый матч тоже Усадьба неожиданно выиграла 4-1 или 3-0, я не помню. По-моему, 3-0, да. Да, минус 3. А ответный матч проиграла 4-1. И в лотерею... Нет, первый выиграл 4-1 Усадьба, а там проиграла 3-0. И, собственно, по пенальти, я сегодня смотрел матч, как раз на Востоке Усадьба 4 забила. Ну, и не суть, собственно, не в этом. В том, что, да, Усадьба могла и забить 4, да, при этом и могла пропустить. Вот, и я по первым минутам, еще раз повторюсь, очень переживал, что Транс-Контейнер может поплыть. Тем более, вот этот быстрый гол, он действительно... Быстрый гол, потом серия опасных моментов. Там сумасшедший удар издали был, вратарь потянул хороший удар. И действительно, и складывалось впечатление, что Транс-Контейнер то ли физически не готов, то ли забыл выйти из-за раздевалки, то ли какой-то хитрый план у них. Ну, в результате... Мне кажется, что просто команду где-то минут 15-20 накачивали, что самое главное, не пропустите быстрый гол. Они вышли и пропустили. Пропустили, и все. И вот что дальше? Да, да, да. То есть, самое главное, не пропустите. Они пропустили, поэтому был какой-то стопор, где-то в голове, наверное, в первую очередь. Нужно было собраться. И хорошо, что они собрались и забили этот гол. Потому что вот он, по сути, мне кажется, поставил уже точку в этом противостоянии. Ответный мяч, когда счет стал 1-1. Да, гол вообще получился в целом на фарте, я считаю, потому что не забили там, пошла контратака, чуть ли не первая осознанная атака транс-контейнера, может, даже за весь матч не единственная осознанная атака. Прострел, непонятно, почему там игроки не накрыли его. Прострел с углового флага, почти по линии ворот, аж до дальней штанги. Я считаю, что в этой игре транс-контейнеру повезло. Действительно повезло, потому что не забей этот гол или забей усадьбы еще один гол. Опять же, когда мяч в штангу попал, там мой как бы все интересно было во втором тайме. Но с другой стороны, было бы странно, если бы транс-контейнер, грубо говоря, обыграл на выезде усадьбу Бану 3-0, и здесь еще 3-0, и все бросались в мир. Ну и такого тоже не бывает, все-таки усадьбу Бану это серьезный коллектив. Не бывает, действительно не бывает. Но, опять же, на мой взгляд, транс-контейнер одна из лучших команд по построению игры в обороне. Может, они не всегда показывают яркую игру в футбол, но не дать играть, они умеют это лучше всех. Может, даже лучше, чем Кегля своего лучшего образца. Ну, тем не менее, транс-контейнер мы поздравляем тоже с заслуженным выходом в полуфинал. Полуфинал и Титан, и Трансконтейнер, это команда-дебютанты, которые впервые в истории... Трансконтейнер в том сезоне играл, по-моему. Нет, в полуфинале, нет, они играли, а в полуфинал вышли впервые. Вот, и это грандиозный успех, на мой взгляд. В любом случае, одна из команд будет в финале. Это уже престижно. Второй полуфиналист — это Гефест и Рма. Вот, вообще, немножко странный получается здесь квартет, потому что, наверное, самый опытный здесь Гефест. Да, который постоянный представитель каких-то плей-оффов. Но Рма тоже очень опытный. Ну, Рма играет... Они в рамках все-таки больше играют в рамках групп, в рамках обязательных турниров ЛФЛ. А Гефест, он играет и на чемпионате России, и на ЦФЛ, и где только не играет. Опытный, безусловно, что Гефест, особенно в последние годы, вот этим опытом оброс. Но при этом, Рма, я думаю, что не стоит со счетов как-то списывать. Это та же самая, может быть, оказаться вот эта тройка, да, тройка регион, которая то проигрывает кому-то, да, то лидера любого, да, где-то в плей-офф оставлять неудобно. Ну, ЛФЛ тут у любого может выиграть. Если есть две руки, две ноги, ты умеешь бежать, отдавать пас и бить по воротам. ЦДН, опять же, ярко показывает, что не надо там что-то изобретать, велосипед, открылась зона для удара, бей. После 5-1 я выключил игру, все 5-4, дала дальние минусы. Сейчас о Лиге чемпионов мы обязательно поговорим, вот Титан Трансконтейнер, последний вопрос. Первый матч в чемпионате 1-0 Трансконтейнер, второй в ответку 1-0 уже Титан. Я больше всего скажу, будучи в первой лиге, мы встретились в Кубке Запада и тоже выиграли в один мяч, правда 2-1 был счет. Поэтому я вот скажу так, немножко как Настрадамус. Первый матч, кто играет дома? Ну, условно. Ну, ты Настрадамус. Нет, первый номинальный, Саша, вы хозяева, но номинальный, естественно, вы выигрываете 1-0. Второй матч выиграете гостя, проигрываете 1-0, Трансконтейнер 1-0 выиграет и все решает пенальти. Кидаем монетку и расходимся. Кидаем монетку и расходимся. Причем заранее еще два матча. Но серия пенальти действительно вероятна. Будете я как-то готовиться к ней? Мне кажется, может быть, да, серия пенальти. Я думаю, с Трансконтейнером как ни с кем надо готовиться к пенальти, потому что команда хорошо обороняется. Мы вроде как тоже умеем обороняться. И я думаю, игра получится такая сухая, с минимум опасных моментов. И к тому же кому повезет, вполне возможно, и нули мы увидим. Ну что ж, мы еще раз поздравляем, Саша, тебя и твою команду с выходом в полуфинал. Также поздравляем Трансконтейнер, все-таки западные команды, это всегда приятно. Ждем 20 мая, собственно, когда будет первая встреча. Ну и поговорим немножко о Лиге Чемпионов. Дим, что у нас, с какого матча начнем? С ППСП Авангард, разумеется, с этого матча самая, наверное, большая интрига была именно в этом противостоянии. Ты согласен? Согласен, согласен. Ну, Авангард я не видел давненько таким злым, заряженным, боевым таким, честно говоря. Я, в принципе, Авангард только один раз видел, на КФЛ против нас и все. Нет, очень опытная, очень хорошая команда, знаю по себе. Слушай, это был бывший Мортон. Ну, ты знаешь, бывший Мортон, да, все верно. Но Сеттен Парк для них заколдован, вот, ребят, честно, я вам скажу. Это КФЛ, это поражение АЦДН в группе, это были... Чемпионат России. Чемпионат России, да. Это, вот, я говорю, Авангарду на Сеттене просто... Просто не везет. Да, и здесь, мне кажется, вот они за всю, вот эти, за все вот эти неудачи, они хотели просто отомстить. Но вышли действительно заряженными, настроенными. И нужно сказать, что на первых минутах у них все получалось. То есть... Да они, в принципе, весь матч очень достойно смотрелись. И я считаю, что они лучше, чем прокуратура играла. Но, опять же, черная неделя, Васильева с Сеттен, красная карточка буквально за две минуты и назначение пенальти. И тут, насколько я помню, два рикошета как раз от Васильева были. Вот удар Кулагина, да, какой второй мяч это, забивает 2-0. И вот здесь один из переломных моментов, дави Авангард, и ФКСП уже мог и не отыграться, мне кажется. Ну, я считаю вообще, что очень большой ошибкой Авангарда было то, что они начали охранять счет прямо от начала 2-го. Да, при том, что это очень атакующая команда, и было действительно видно. Фенальти видели сейчас, который промахнулся Владимир Читая? Вообще, честно говоря, удивительно было. Ну, Читая, по-моему, не забивала уже неоднократно пенальти. Но пенальти был на ваш взгляд? Не буду. Можно мы еще раз показать? Не буду комментировать действия арбитров, не могу сказать. После матча вы были. Точно. После матча вы были пенальти. Мы смотрим сейчас как раз, как исполняют футболисты. Мне интересно, когда дойдет до того момента, когда голкипер Авангарда будет бить. Было интересно, почему... Ты видел, Саша? Я, да, я видел полную серию пенальти. Мне было интересно, вот как раз Кирилл Бирюков бьет пенальти. Почему, собственно, его поставили на пенальти, если человек за весь матч появился только на один штрафной удар. Я не знаю, там травмы... Ну да, немного играл, что очень, сейчас говоря, удивительно. Конечно, ведь надо войти в такой матч и психологически готовым быть к удару. Помимо того, что это лотерея, это еще и большая психология. Ну вот, читая с железными нервами, не забивает в игре. По серединке все спокойно. Харламов попадает в Перекладину. Здесь, конечно, здесь борьба нервов. Здесь борьба нервов. И вот здесь Заикин мог решить вопрос о победителе. А здесь Климкин мог. И здесь, ну вот что это? Вот как раз он ударил в Академию Авангарда. Там, знаете, баннер, баннер. Ну вот смотри, давай по вратарям пойдемся. Но не даром говорят, что вратари в другой галактике живут все. Да, ребята все хорошие, но мыслят как-то по-другому. А тут еще левоногий вратарь. Это очень опасно. Это согласен. Но при этом сами футболисты Авангарда говорят, что он штатный пенальтист. Да, вот что удивительно. Вот после игры, да, они сказали, что это наш человек, который уходит бить пенальти. Ну, возможно, не справился с нервами. Или там неровность поля, еще что-то не подрасчитал. Ну, все бывает. Мне кажется, он хотел стать вообще героем. Может быть, у него повышенные премиальные были. Там за победный гол и забитые пенальти. Дело премиальных, это их дело. Нет, ну это я так... Все-таки премиальные мотивируют людей. Нет, ну это я так, естественно, с долей юмора говорю. В результате ФКСП оформляет выход в свой первый, а также в истории выход в полуфинал. Проявило характер. Где-то повезло, потому что, я говорю, вот в середине первого тайма, ближе к концу, мне показалось, что ФКСП просто не знает, что делать. Когда Авангард начал наседать. Вот это очень интересная мысль, потому что обратил внимание на Михаила Лунина, на главного тренера ФКСП, он был абсолютно спокоен. Он был спокоен, когда Читовин не забил. Он был вообще... Нет, понимаешь, я тебе скажу так, что ФКСП с Бирюковым и ФКСП без Бирюкова, это все-таки две разные команды. Когда Бирюков на поле, от него идет весь креатив. Он может и отдать, и пробить, и забить, и решить момент. И обыграть один в один. Согласен, но смотри, в этой игре он практически не играл. Это вопрос, почему? Я все-таки думаю, что... Нет, согласен, почему не играл, другой вопрос. Может быть, травма, может быть, не вошел в игру, может быть, Михаил Луни не понарег, но есть те, кто переломили, вот что самое главное. За этим не хуже. Фаустов мог там... Здесь я бы еще отметил бы Виталия Румянцева, который как раз очень хороший. Появился как раз на последние вот эти 15 минут, пробил в перекладину, мы это тоже видели. А, кстати, не было еще Аванесяна, да? Аванесяна не было, да. Вообще Румянцев это Оля Гуннер-Сульшер, правильно? Оля Гуннер-Сульшер, да. Который выходит на замену, и вот решает результат. Человек-невидимка. Да, да, да. Вот Румянцев уже, кстати, не первый раз выходит, и здорово усиливает игру, и иногда решает... Приятно, значит, иметь таких игроков на скамейке запасных, которые в любой момент могут выскочить, и решить эпизод, и, в принципе, усилить игру. Ну что ж, ФКСП 2-1 поражение в домашней встрече, при этом выход по пенальти, победа с отсчетом 3-2, и... немцев, что ЦДН, я так понимаю, да? Вот, о котором Саша говорил. Да. С Кайзером. Первый матч, напомню, завершился с отсчетом 2-2. 2-2 ничья, естественно, на выезде. ЦДН вел 2-0, ты в курсе, да, наверное? И в большинстве умудрился пропустить 2 ничья. Вот, да, бывает, согласен. Вот вопрос тренера не был, кстати, осколково. Вот сейчас на ваших экранах как раз мы видим видео по этому матчу, да? Что можно было ожидать, Саша? Я был уверен, что ЦДН пройдет, конечно, я даже не сомневался. Почему? Потому что не знаешь Кайзера? Или потому что... Ну, я Кайзер, в принципе, не знаю. Я видел их одну игру с ФКСП, но они как-то, скажу, что впечатлили на Сеттоле Парке, как раз они играли. И, в принципе, общался с Георгием Кашавили. По поводу первой игры. И, ну, там, сами себе 2 гола привезли. ЦДН тут... Ну, понятно. Нет, потому что другой настрой, родные стены. В принципе, ну, тут видна установка тренера. Мяч получил, зона есть, бей. Ну, там, обреза не будет. Либо ворота, либо на угловой, либо... А вот, либо кто-то добьет, как говорится. Ну, честно, я... А вот вообще видна рука Альберта Осколкова? То есть, вот это ЦДН до и ЦДН после, это тоже можно сказать? Две разные команды. Абсолютно две разные команды. Я скажу так, что, когда мы играли с ЦДН в первом, в первом круге, был какой-то хаотичный, сумбурный футбол. опять же, там у нас было удаление. И во втором тайме мы уже вышли пустые на последних. Ну, что-то кроме техники игроков они не показали, не играли именно в сугубо индивидуальный футбол за счет индивидуальных действий Тимура Гейсли, Растаса Ефимцева и... Ефимова. Ефимова, да. И Езураба. Анти. Защитники отбирали быстренько дальним ударом. Саша, извини, что тебя перебью, просто пока вот идет нарезка, да, начинали весной играть, а закончили зимой. Причем поздний. Поздний причем, да. То есть, это не год играли, нет. Скорее, скорее начинали осенью играть, потому что погода в тот день была ужасная. Ну, или так, да. Ну, вот такое. Кстати, Титан, не застал вот эту непогоду на поле? Нет, мы как раз вышли с раздевалки и начался этот снегопад, снег с градом я даже не знаю, как это назвать. Ну, честно, вот, скажу вам, друзья, что не умоляя заслуг CDN, но все-таки Казер действительно меня не впечатлил. Я не знаю, как вы 2-2 сыграли на выезде. Наверное, это фактор, знаете, там поля другого размера. Меня тоже, честно скажу, не впечатлил. Одно дело сыграть дома CDN 2-2, другое дело все-таки обыграть по КСП, допустим. понятно, конечно. А ты, в этой команде, ты, конечно, ждешь чего-то большего, но соглашусь с вами абсолютно, мы вот с Максимом Киселевым комментируем матчи абсолютно не поняли, что, собственно говоря, происходит на поле, и действительно мы смотрим четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов. Ну, да, да, да. Ну, при этом, я говорю, CDN здорово сыграл, он сделал то, что должен был сделать, и, собственно, оформил выход в полуфинал, а выйдет CDN у нас, между прочим, на команду, на Мега Титан, который, ну, был самый, наверное, легкий четвертьфинал, ребята, за два матча, за семнадцать, забит в мячей, все время я такого Лиги Чемпионов, вот, на своей памяти, вообще не помню. Я, в принципе, не видел, чтобы два матча заканчивались таким большим количеством пропущенных мячей. Такое ощущение, что, действительно, пивдом, просто, пивные ребята приехали. пивдом ведет борьбу за первое место с Кайзером. Удивительно. Удивительно. Возможно, они сняли задачу с Лиги Чемпионов. Саш, ну, это самый престижный турнир. Как это можно? Я, честно, я не понимаю. Я тоже не понимаю, но, с другой стороны, а куда тягаться, да, они видят, что у нас игроки на порядок слабее, чем, там, у того же ФКСП, у того же Мегатитана. И, куда им лезть дальше? Вот, в финал выходить и тоже мешок пропускать. Ну, где-то на характере может не мешок, но, все-таки, уровень Лиги тоже дает о себе. Ну, все-таки, согласитесь, здесь лицо. Здесь и можно поспорить, что в отдельно взятом матче все-таки, это не чемпионат, это отдельно взятый матч, и в нем может произойти все, что угодно, и в том числе, можно выложиться вот на этих двух матчах и пройти дальше. Ну, я скажу так, если судить по моей команде, моя команда будет выкладываться в каждом матче, независимо от турнира и задачи. Но есть же лицо, есть же статус Лиги. В первую очередь, потому что есть лицо. Но в случае Пивдома, я не знаю, может, это там звезды так встали. Опять же, две игры столько пропустить, я не знаю. Мне кажется, это просто уровень команды, уровень Лиги. Такой, к сожалению. Ну, Мега Титанос вообще сделал ход конем, сыграл два матча. Сначала на третьем поле с Космосом. 10-2. 10-2. И заинтересно отметим, что первый тайм Космос вел 1-0 с полевым игроком. Слава. Слава Епифанову. Причем он потащил пенальти на второй минуте. Пенальти потащил, представляете, какие там были. Все это было на третьем поле. Вот. Ну, а во втором тайме сколько, 10 мячей Мега Титанос забил, перешел на первое поле и забил. 9. 9. На один меньше. То есть, видно, подустали немножко. Может, на третьем поле просто лучше играть? На третьем, да. Но, к сожалению, командам премьер-лиги предназначены, или к счастью, да, предназначены играть все-таки на первом поле. Итого не могу не спросить, на кого все-таки поставите? Мега Титан CDN? Да. Трудно сказать. Вот пара как раз на наших экранах. Это CDN, Мега Титан, тройка ФКСП. Ну, давай, Саш, все-таки сейчас Трайкомна не участвует. Я бы скорее поставил все-таки на CDN, потому что стилистика игры CDN дает им определенные преимущества как раз за счет вот этих дальних ударов. А ребята все бьющие. Ну, а у Мега Титана сейчас Пименов за то, за которым была Архота. И Корчагин. Тоже. Мне кажется. Ну, ты скпрф-матч видел? Конечно. 0-0, который закончился, это что-то больше похоже было на мучение. На мучение, да. Причем, одни мучились отстоять, вторые мучились вскрыть эту оборону. Поэтому тут может выиграть каждый, но я все-таки считаю, что выиграет CDN. Хотя, буду болеть за хороший футбол. Там и там друзья и играют, и, в принципе, в Мега Титане и руководитель, мы в очень хороших дружеских отношениях находимся. Поэтому болеть буду за красивый футбол, но думаю, выиграется даю. И ФКСП-3. Давай. Я думаю, ФКСП-3. назначен. Саш, кстати говоря, ты об этом зря так говоришь. Вот, потому что я всегда тройка тоже считал такой, ну, не пойми командой какой. Простите меня за такое немножко грубое выражение, но мы еще Барс был, да, мы прекрасно играем, мы командой проигрывали. Вот, и я тебе могу сказать, что это футбольная атлетика. Давай тогда, это мадридский атлетик. Давай тогда с тобой заключим пари. Как ты с вами заключил, да, я буду отыгрывать за него. Я ставлю на прокуратуру. Но я не готов ставить на тройку, потому что там я был уверен, ну, больше, что ФКСП выиграет. Здесь может просто 50 на 50, честно. Если ради интереса, могу сказать, что тройка выиграет, да, ради спора. Я считаю, что прокуратура. Вот. Но я не говорю, что тройка сильнее, тройка выиграет. Также может ФКСП выиграет. Но просто тройка это архи-сложный и архи-неприятный соперник. То есть, она будет душить, она будет играть от обороны, она тебя будет кусать в контратаке. То есть, поэтому очень интересно будет посмотреть, на самом деле, на это противостояние. Вот. Ну, такие кегли 2-0. Кегли 2-0, да, совершенственная версия. Обереженная версия. Да, да, да. Ну, тем не менее, наверное, все. Вот на такой хорошей ноте. Да, мы, Саш, будем тебя отпускать. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришел. Поговорили мы о Еврокубках. Ну, и удачи в полуфинале, в чемпионате. Вот. И, собственно, приходи еще. Благодарю. Да, зовите. Александр Зуев был у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем нашу передачу, но, друзья, скажу вам, что это еще не единственный гость, который будет в нашей передаче. Мы обещали в предыдущий раз, что сделаем упор на третью лигу, и вас ждет приятный сюрприз, и мы обязательно третью лигу обсудим. Ну, а пока мы поговорим о первых к нам присоединяется в студию Максим Киселев, наш народный комментатор. Вот. Мы поговорим о первом и вторых дивизионах. Да? Ну, соответственно, по рангу давайте начнем. Наверное, первый дивизион. Турнирная таблица не претерпела каких-то серьезных изменений, но вот несколько результатов, друзья, наверное, все-таки стоит отметить. В первую очередь хороший ход набрал в последних играх и Дюпель. Дюпель 13, да, и Вячеслав Илюхин к нам приходил в предыдущую передачу. Как вот наступил игровой спад. И, собственно говоря, никто не ждал этого, не ожидал абсолютно от Дюпеля. Вроде бы, в дело так хорошо вошли и в чемпионате, и Еврокубки никак этому не мешали, да? но матч с Аминева получился какой-то изрядовой выходящий. Какие мысли у тебя, Максим, по этому поводу? Ну, честно говоря, Дюпель столько игр подряд выиграл, то с моей точки зрения просто спад этот был неизбежен, тем более, что Вячеслав, если помните, сказал в студии, когда у нас был в гостях, что, наверное, рановато пока Дюпелю выходить в премьер-лигу, цепляться за стыки, и вот он как в воду глядел, может быть, где-то чувствовал, что что-то все-таки должно случиться, и случилось, вот, причем не только в этом матче, но и в следующем матче Дюпель также потерял очки с Арсеналом сыграл к ничью. Сыграл к ничью 1-1, но вот с Аминева это была вообще настоящая голевая феерия, 4-6 Аминева выиграл, но Дюпель там вел в матче, и казалось, что вот она победа очередная, но вот как-то так получилось, что такие кошки-мышки поиграли обе команды, и, соответственно, Аминева неожиданно оказалась сильнее. Ну, тут такое вот ощущение, что у Дюпеля не стоит никаких задач, да, то есть нужно выйти и постараться выиграть какой-то определенный матч, который будет ближайшим, но вот не выиграть, ну, ничего страшного, в общем-то, то есть, какой-то глобальная задача данный сезон, я думаю, что у Дюпеля, ну, по факту ее постараться. Нет, задача была закрепиться, собственно, в первом дивизионе, почувствовать, обнюхаться, что называется, вот. это, в принципе, без особой работы. да, 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 вот такие результаты, в принципе, они будут, они будут появляться, и как только Кроман уже возьмется, действительно, за дело, и поставит определенные задачи, тогда, наверное, вот эти неожиданные немножко итоги разжевывать, да, более основательно. Тут, наверное, еще не стоит принижать достоинства команды Аминева, неоднократно вот Александр Черняев, когда был у нас тоже в гостях, что Аминева, когда в своем лучшем сборе, в своем лучшем составе, когда там все слесарев, там и носков, все-все, да, собираются, это очень-очень серьезный коллектив, и вообще, в этом году первая лига, ну, вот первые 10 команд на самом деле очень-очень крепкие, и здесь тоже надо это отмечать. И чтобы я хотел это отдельно отметить, о чем сказать, что, несмотря на то, что Дюпель, может, и не хочет даже где-то в стыки попадать, но вот... Видимо, Альбион хочет, чтобы... Альбион и Кумунар, видимо, хотят, чтобы все-таки попал в стыки, потому что тоже теряют очки в последнем туре, проигрывают, мы еще, поговорим об этом. Ну, Альбион проиграл Готагу с крупным 2-6. Неожиданно. Вот. И уже все дальше и дальше от Внукова находится, но, мне кажется, одна из главных сенсаций, она произошла в первом дивизионе в эти выходные, в субботнем матче из Покаю Кумунар. Да, и благодаря вот этим вот двум поражениям Дюпель одно очко по-прежнему остается всего лишь от зоны стыков. Да, все очень рядышком, то есть, в принципе, Дюпель, значит, надо ждать опять поражений? Может быть, может быть, нахлопочку устроили после того, как в двух матчах одну очку всего лишь набрали. вот, насколько я... А с Кумунаром, понятно, Дюпель не очень хочет, у Альпиона, может быть, сейчас какой-то спад не получается, словом. Что с Кумунаром? Почему эта команда теряет очки? Трудно сказать, вот, с Алексеем Приходным там пары слов перекидывались, вроде бы, и хотят, есть желание, есть возможность, но, почему-то, вот, не знаю, может быть, нервы сдают, и как-то вот, здесь сложно, сложно бороться с такими командами, как Внуково, хотя уже и оторвались, да, но, все-таки борьба продолжается, и, в принципе, и Альбион. Сейчас, извини, Максим, ветер был просто бушующий, все прекрасно помнят субботу, и даже вот, борты немножечко повалил, футболисты подымали, но, видишь, вот такой ветер, он как раз помог и СПК Юг, может, там били, они же Юг, Юг, СПК Юг, как бы, все, ветер бил Южный и полетел точно в сетку. Ну, может быть, конечно, все дело и в этом, но вопрос, больше, опять-таки, Коммунар адресую, когда будет стабильность? Ты говоришь, что в Первой Лиге сильные коллективы, Первая Десятка очень сильные, но в Вышке еще сильнее, а Коммунар именно туда хочет, да, то есть, грубо говоря, те же Кегли, и я уверен, что дадут прикурить вот все это Десятки по сложности, да, и будут матчи очень кровополитные такие получаться, поэтому Коммунару, в общем-то, пока он, наверное, не обыгрывает, вот, в том числе СПК Юг, уверенно, ну, будет очень тяжело в Вышшей Лиге закрепиться. Да, ну, тут еще надо что, о чем сказать. СПК Юг ведет отчаяннейшую борьбу за выживание, и по сути, вот эти вот матчи, которые остаются в первом дивизионе, это их последний шанс, и сейчас, вот, благодаря вот этой победе над Коммунару, высочайшая мотивация у команды СПК Юг, и они, получается, набирают 28 очков, и всего лишь 4 очка теперь у них до стыков, но я с тобой абсолютно согласен, что Коммунар в таких матчах должен 3 очка свои брать. Ну, может быть, не сбор, опять же, был, и СПК Юг вроде бы смотришь, не турнир, там лица есть ПК Юг, не будем расслабывать, может быть, вызывать, не можешь, и ладно, не приезжай, там, лидером каком-то, да, а на деле получается, что вот такая... Это вопрос о дисциплине, опять-таки. Ну, в какой-то плане, в том числе, и игровой дисциплины, и вот с этим нужно будет сейчас уже, в ближайшее время, что-то делать, как-то прогрессировать в этом аспекте. Ну, да, согласен с тобой, в остальном, в первом дивизионе, пожалуй, нет каких-то неожиданностей, вот они, основные моменты, мы с вами проговорили, по бомбардирам, наверное, единственное, отметим, все-таки, это, сейчас на экранах первая десятка, Павел Рутюнян лидирует, за ним Виталий Гусев из Альбиона, и замыкает вот эту тройку Олега Филатов из Константе. Да, 47 мячей, достаточно, внушительный результат. Да, вот футболисты Успенского обосновались аж на четвертых и пятых позициях. Ну, командный футбол, командные голы. Или большой рост игроков, в том числе, то есть заявка большая, все должны поиграть, и поэтому, как раз, число голов, оно где-то делится между игроками. Ждем 29-й тур, да, в котором встречается у нас Альбион с Внуковой и Успенская коммунат. Вот это будет турбище. Ну, и давайте, наверное, перейдем в второй дивизион. А здесь, опять же, да, каких-то существенных изменений, тоже таблица не потерпела. Лидеры набрали очки, которые должны были набрать, и отрывили мином от Адидаса. Он сохраняется 8 очков, кстати, какая-то от Интерры тоже. Я бы здесь обратил внимание не на верх турнирной таблицы, где, в общем-то, действительно, все предельно понятно, но обратил внимание на такой качественный рывок реформера, который занимал предпоследнюю строчку и, в общем-то, не так много было очков в активе этой команды, но сейчас уже либо подбирается к зоне стыков, либо уже, в общем-то, в ней находится. Находится в зоне стыков и всего лишь одно очко, чтобы из этой зоны уже выйти. Да, вот этот качественный рывок я бы отметил, и я думаю, что реформер обязательно эту зону красную покинет. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, самое интересное у нас происходило во втором дивизионе Б. Да, здесь матч был турбина Портер-СВ. Хотели мы его показать, но вот Максим не показали. Не сложилось, но, тем не менее, показ этого матча устроила сама турбина. Вот такой уникальный случай в ЛФЛ, а для второго дивизиона это вообще что-то такое невероятное. Турбина показывала весь этот матч в инстаграме в прямом эфире. То есть человек стоял и транслировал всю игру. Ты смотрел? Да, я смотрел, своими глазами видел, поэтому могу сказать, что это так и было. Огромное количество болельщиков приехало поддерживать турбину. И более того, ребята даже запустили конкурс на своей странице, где обещали ящик пива. Красивая девушка Галя, вот я ей тоже... Она обещала ящик пива. Я передаю ей привет, да, вот именно она, болельщик с турбины, обещала, что ящик пива получит тот, кто первый угадает правильный счет. И болельщик турбины Степан Панфилов угадал, что турбина выиграет у Портера у первого места со счетом 1-0, что так и случилось. Скажи, пожалуйста, уже ящик пива был передан? Это надо уточнять, но я знаю, что там все были готовы ящик пива передавать. Тут же возник, кстати, второй человек, который тоже поставил 1-0, но он это сделал после матча. А есть утешительный приз какой-то ему? Нет, я просто предлагаю, что, путь Галина приходит к нам, и все это официально здесь, на нашей передаче. Мы, конечно, не понимаем, что мы сегодня собрались здесь в баре, да, у нас очень интересные декорации, но давайте не забрать, что мы все здесь о спорте говорим в первую очередь. Да, конечно, о спорте, ну, вот так сложилось, что Галина объявила этот конкурс, и, конечно же, награда найдет своего победителя, ну, вот если найдем возможность, то, конечно же, позовем и пригласим. Да, турбина 1-0 обыгрывает Портера СВ, еще раз напоминаю, игра была, получается, вот до гола, и вообще для 2-й дивизион это, ну, мне кажется, редкое явление. Да, очень, ну, во-первых, надо сказать о том, что турбина – это команда, которая вообще почти не пропускает. 25 пропущенных мячей в 25 играх для 8 на 8, согласитесь, это просто отличнейший показатель. Максим, очень много было разговоров по поводу сбора турбины, и удалось ли команде собрать оптимальный состав. Естественно, естественно, перед матчем турбина активно писала, что проблема, страшный состав, что будет очень трудно собрать вообще сильных ведущих игроков. Вратарь отсутствует основной, хотя, насколько я знаю, два вратаря у турбины, оба, можно сказать, что основные. я говорю, ладно, вы, ребята, рассказывайте, все понятно, соломку подстилаете. Ну, на самом деле, да, знаю, что несколько ведущих игроков отсутствовало, но в целом состав нормальный был у турбины на этот матч, и действительно, портеру очень тяжело пришлось, хотя чаша весов могла качнуться и в другую сторону, то есть, в частности, портер в перекладину попал там за три минуты до конца матча, ну и у турбины на самом деле много моментов, то есть, я думаю, что справедлив результат, и Ваня Коротков, которого мы тоже в студию приглашали, он, в принципе, написал на форуме фразу, которая говорит о том, что, ну, признал поражение, что достаточно справедливо все. Ну, такой хороший, такой настоящий, насыщенный итальянский получился матч, ну, судя по счету, да, ну, заслуженная победа турбины, и, наверное, заслуженная, не будем, конечно, спешить, но скажу так, что турбины однозначно заслуживают прямого выхода в первый дивизион. Ну, я напоминаю, что две команды выходят, а, три выходят, напрямую, вот, четвертое место в стрихе, четвертое место в стрихе, все верно, у нас поменялся лидер во втором дивизионе, им стал Феникса 9, который обыграл достаточно крепкого соперника, до этого Тутина, со счетом 2-0, и вот я бы хотел рассказать пару слов про Фениксу 9. Мне кажется, что это немножко другая сейчас команда, нежели та, что была и, в общем, наводила шорох действительно на всю вторую лигу в начале сезона. Вот, Макс, ты это заметил? Это вообще замечается? Да, замечается, вот, видел, ну, отрывки игр, и обсуждение было, что, вот, не все те люди, которые в первом круге приезжали, сейчас имеют возможность приезжать. Ну, Булыкина, так понимаю, что нету достаточно длительное время, и, наверное, из-за этого, может быть, сказывается и сбор команды. Вот, Дмитрий, как раз-таки, на одном из матчей появлялся недавно, вот, такая информация была. Ну, тут, про пылевых, надо сказать, что вот несколько человек не могут приезжать вот лидеров Феникса 9, насколько мне известно, и поэтому, может быть, результаты не такие ошеломляющие, как в первом круге, но... Такой вопрос, дотянут до конца сезона на первом месте? Думаю, да, думаю, однозначно. Портер и Феникс, тем более, что они вот-то уже так прилично оторвались от преследователей, даже вот от Турбины отрыв уже 10 очков у Феникса 9, да, а вот с такового места 14, ну, думаю, Думаю, Феникс, Портер, Турбина, здесь вот первая тройка, она справедливая, я думаю, здесь вариантов не будет, то есть интрига в верхней части, это заключается в том, что какая команда займет четвертое стыковое место и попробует через него попасть в первую дивизию? Ну, да, борьба вся впереди, наверное, за третью, четвертую строчку, первая, вторая тоже, кстати, будет разыгрываться, будет интересно посмотреть, давайте спрогнозируем, Максим, это твой прогноз, кто? Прогноз по какому ризуну? Первое, второе место, Портер или Феникс 9? Кто будет в первое место? Тяжело мне здесь прогнозировать, ну, если позволишь, я здесь субъективизм включу, мне более симпатична Портер команда, ну, ничего личного, просто, многих ребят давно знаю, вот, они с самого основания в ЛФЛ участвуют, поэтому я бы поставил на Портер, потому что мне, честно говоря, чуть больше нравится. Дим, я тоже за Портер, абсолютно. Ну, и я вас поддержу, хотя не должен был, да, наверное, по законам жанра, поддержу, все-таки Портер, да, и 3.0, наверное, Портер не должен посрамить нас, журналистов. Ну, пробежали мы вот так вот и по второму дивизиону, но мы обещали в предыдущей передаче, что все-таки побольше поговорим о третьем дивизионе. Максим Киселев сегодня пообщается с интересными гостями, не с одним даже, но у нас, Дим, ты хотел еще рассказать, кстати, что-то. О третьем дивизионе у нас все-таки две группы, у нас будут специальные гости, посвященные, так сказать, приуроченные к 3-б дивизиону, но в 3-а дивизионе на самом деле вот борьба, что называется, сейчас закипела, особенно борьба за медали, то есть даже не только за выход, там, в принципе, все понятно, кто выходит, так как шесть команд в общем-то претендуют на выход, и вот эта вся шестерка, она борется за пьедесталы, борется за медали. И сейчас, на самом деле, во многих дивизионах очень много еще игр остается, но вышки, и в 3-х дивизионах там по 14 команд остается, получается, и поэтому играть осталось всего 4 матча, и во многом как раз они будут определяющим, потому что лидеры играют между собой. Самая кульминация, самый сок. да, у нас есть видео как раз нарезка двух представителей вот этой элиты, 3-а дивизиона, здесь флагман встречался с командой ММ, вот такой вот собирательный название. Я и моя обезьяна. Такое смешное название, да, необычное. Так они сами решили. Да, так вот, и как раз ведется борьба. Флагман, наверное, один из главных претендентов на то, чтобы как-то попробовать отодвинуть или сместить кегли с первого места, кегли-дубль, я имею в виду, там, конечно, понятно, что коллектив очень серьезный, и очки просто так терять не собирается, но тут вмешивается очное противостояние, очная встреча между флагманом и кегли-дублем, который пройдет 5 мая, состоится 5 мая, и в этом, во многом, в этом матче, наверное, мы узнаем, да, по итогам этого матча, кто станет обладателем золотых медалей. Перед твоим днем рождения как раз состоится матч. Да, я очень надеюсь, что ребята преподнесут все-таки подарок, ну и потом, чего греха таить, оба коллектива шли к золотым медалям весь сезон, поэтому здесь, конечно, будет самодача и на очень высоком уровне все будут отдаваться безусловно. Ну, а я не буду забывать про Цемент, про Партизан, про Рубикон, который присоединился к этой лидирующей шайке, и вот как раз непосредственно эти команды разыграют Индестал. Очень интересно. Да, флагман идет, может прийти к историческому событию, если возьмет первое место, то это первая, может быть, золотая медаль в истории команды. Будет очень интересно. Здесь, наверное, команда еще играет за эту шестерку, играет то, что дубль по регламенту не имеет права выйти во второй дивизион. Дубль не имеет права выйти во второй дивизион, но я уже сказал, что не разыгрывается здесь путевка во второй дивизион, здесь разыгрывается пьедестал, да, именно пьедестал, а дублирующий состав может получить золото. Это по регламенту. Вот если позволите, да, я про атлетику маленькую вставлю. Атлетика дважды на этой массе влазь. Нам дубль КПРФ в четвертом дивизионе и в третьем перешел дорогу, мы заняли четвертое место и из-за того, что КПРФ брал свои медали, мы этого не получили. Тот самый дубль КПРФ, который ты пламенно защищал. Да. Всеми возможными способами. Вот так вот повернулась в жизни. Ну, Дим, спасибо за этот подробный рассказ. Ждем тогда дерби флагмана Кегли-Дубль через несколько недель. Ну, о третьем дивизионе Б поговорит уже Максим Киселев буквально через несколько секунд. Итак, наша передача продолжается и сегодня у нас в гостях две легенды, два известнейших на западе человека. Это ребята из команды Олимпик, бессменный руководитель Андрей Чеботарев и лучший бомбардир Олимпика Василий Тищенко. Спасибо, ребята, что добрались до нас, доехали, несмотря на пробки, несмотря на все припоны. Вот, сразу же такой вопрос по команде Олимпик. Ну, с самого основания западной премьер-лиги, западной лиги эта команда существует. Расскажите вообще, как все начиналось, почему Олимпик, когда зашли вы в дивизион, и как вообще узнали про ЛФЛ и попали в нашу вот эту вот когорту. Добрый день. В принципе, у нас была большая компания, все мы жили в одном районе, в Очаково, и играли во дворе футбол. И в какой-то из моментов мы решили, что хотим создать команду. И ЛФЛ на тот момент еще не было, это шел 92-й год, проводился такой какой-то турнир в Лужниках. Команда играла на снегу, и мы решили, что давай туда поедем участвовать. А у нас ребята были в основном лет 15-16, наверное. Мы хотели в юношескую лигу записаться, чтобы там что-то выиграть. А когда начали собирать команду, у нас появилось 17-18, и в итоге нам пришлось играть с мужиками. Я не сказал про название команды. И вот мы сидели долго, думали. Можно угадать, попробую, извини, я даже перебью. Вот в 93-м году, но ты правда уже сказал, что в 92-м году, я просто честно говоря думал, припомнил, что в 93-м году Олимпик выиграл у Милана в финале Кубка Чемпионов. Может быть это с этим так связано? Ну ты прав, потому что как раз в это время получалась игра у французской команды. Но я не знал. Но мы чуть-чуть опередили время, потому что мы там не были болельщиками Марсельского клуба, но просто видимо в то время она играла весело играли и очень нам нравилось многим Марсель Десаиди, Дешан Да, они еще не играли. Я помню Крису Воддл там может быть Дешан тоже А вы уже тогда смотрели? Потому что тогда не все матчи показывали Они в тот год проиграли в финале Лиги Чемпионов В 92-м как раз по-моему правильно они в финале в 92-м кажется проиграли а в 93-м у Милана выиграли Нет, они проиграли по-моему в Тервен Звезде в финале Да У нас были много вариантов названия команды Мы и про Реал думали Потом там всякие какие-то У нас было 2-3 человек из Олимпийки Ну был Да Тогда уже вариантов не оставало Олимпийка Ну да В принципе один из наших приятелей он там фирму свою создал по продаже каких-то аксессуаров вот видимо мобильных вот и он давайте говорит я это помогу да в общем выделил там денег на форму может быть какую-то часть взноса оплатил вот и поэтому спонсорский ну да спонсорский да понятно Ребят такой вопрос вот вы в команде с самого основания а вот еще есть ли люди в Олимпийке в нынешнем кто с самых первых лет в команде остались такие горцы Игорь 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 Вот вратарь по-моему у вас полузащитники полузащитники Сашка да Сашка Рыков тоже играет до сих пор ну они правда там мы разделялись были у нас Димка Шумаев они создавали свою команду уходили пару лет играли Саванат была команда Саванат помню это еще в Матвеевке когда играл да еще на Галифе ну потом вот как-то опять Димк тоже возвращался поиграл потом у него там всякие банковские ему некуда на файл играть а Саша вот вернулся тоже играет до сих пор еще у нас тогда можно сказать что Владимир Бородин которого мы перекупили у Барса в общем который в первом чемпионате играл за Барс потом с нами уже сколько вместе мы уже долгое время иногда за ветеранов да тоже вот и пару лет выпадало травма у многих ребят тоже как бы есть вот про первый чемпионат ты вспомнил 95-96 год Матвеевка вот эта знаменитая горюха со своей непередаваемой атмосферой как раз Барс вот ты сейчас вспоминал вот они второе место заняли а Олимпик это получается команда вообще первый чемпион ЛФЛ да и на второй год тоже вы взяли золото там они по-моему как-то считалось что 94-95 был как-то первый чемпионат и он почему-то считался мы в тот год играли вообще на большое поле в Олимпийской деревне 11 на 11 это был первый чемпионат и на большом поле причем то есть 95-м году стали на большом поле чемпионов а на следующий год уже 8 на 8 уже опять мы сначала играли в Матвеевском и назывался этот открытый чемпионат МСИ вот это было ну как не ФЛ считался а потом вот провели в Олимпийской деревне вот этот чемпионат на все поле а потом все равно вернулись мы в Матвеевку все команды да и там мы уже вот играли 8 на 8 то есть в принципе если говорить конечно 8 на 8 да наверное это как раз там в Матвеевке 96-96 и правда ну вот хочется сейчас небольшой привет передать нашим молодым зрителям да 95-96 года рождения и вот кто-то многие позже родились вот ребята чемпионами становились так что такие вот у нас сослуженные ветераны сядут в студии хотя вот ветеранская лига тоже да я насколько знаю есть команда у вас другим названием на этот на этот год не заявились в этом году снялись просто чемпионат потому что не собирался состав уже и как бы ну хотя мне честно говоря кажется что в этом году как раз вот команда была самая сильная за последнее время у коллег собралась я там несколько игр играл и ребята из партизана там то есть и команда такая в принципе ну все равно как бы не хватало трудновато было играть по две игры выходные некоторым поэтому как бы со сбором проблемы были постоянно ну тем не менее смотрю в фл играете то есть на все матчи обязательно приезжаете смотрю ну с разными успехами но я так подметил вот смотрел статистику олимпика вы во всех чемпионатах в которых играли на самом деле брали медали а то есть в высшей лиге у вас два золота вы выигрывали первую лигу выигрывали второй дивизион и в третьем дивизионе брали бронзу вот из этих всех побед наверное помните да большинство побед вот какая самая запоминающаяся вот как что можете вспомнить самое яркое наверное когда сачакова боролись во втором дивизионе во втором дивизионе это получается 2011 2012 год да это когда у них хорошая команда хорошая тоже была команда и мы там шли на говногу из чемпионат практически и в концовке по-моему на одну очку опередили да команда мы одержали и они и мы одержали по-моему по 9 побед в последних матчах то есть нам нельзя было сыграть ничью и им тоже нельзя и вот мы на говногу по 9 матчей так и осталось вот это вот как бы из последнего это очагов вот который где братья Коробова да вот этот вот коллектив то есть там у них полкоманды на самом деле чемпионы России составив ФК Москва 2005 года то есть у них там банда-то очень приличная была и в итоге вы их опередили первое место я бы тоже этот чемпионат кстати вспомнил еще один чемпионат я бы выделил где мы боролись с Кунцевской молнией в первой линии в первой линии да там тоже конечно было очень интересно это пораньше 2006-2007 да сезон да уже сейчас столько чемпионатов вспомнишь получается мы сыграли 22-23 чемпионата да это рекорд получается что больше барса уже получается не подожди а портер кстати портер но они какое-то время но у них пауза была а у вас не было паузы нет но есть веер а есть еще веер но они теперь веер называются 2000 есть два сейчас веер в премьер-лиге и веер в группе 2б во втором лиге в первом чемпионате не было да там всего 5 команд потому что они не могли ездить так далеко да ну вот я посмотрел барс вот барс участвовал но поскольку они снились то получается что вы по количеству чемпионатов барс-то уже опередили не так мы мы сезон не играли у нас была история я не знаю может быть не надо об этом говорить но когда мы играли в матвейском и как раз у нас я помню мы выиграли чемпионат и начинался кубок вот и мы играли с одной командой ну ныне тоже играющий не буду называть название вот и судил какой-то друг из Африки вот и на него оказывалось такое давление что ему очень тяжело было судить вот и в итоге мы матч на кубок проиграли и после этого решили что мы обиделись расстроились в общем ну понимали что парень ничего не мог сделать потому что ему надо было потом дойти до своей общаги живым вот и мы решили на год не играть да вот и стерву не совладали и после этого мы стали играть в олимпийской деревне просто ходить тренироваться а вот как раз пол нашей команды они решили все-таки играть и нам не сказали а у нас команда была из двух частей часть ребят из Очакова а часть ребят из Кунцу здесь они живут в Можайском вот и вот они как раз решили взяли много ребят со своего района и решили вот играть и на следующий год мы когда узнали сразу начали собирать команду и задача была даже не выиграть первое место а обойти своего на их переплюнуть да да но потом все-таки как это показала практика что мы до сих пор все равно общаемся а это не тот ли сезон когда вы первое место в первой лиге я просто посмотрел по статистике в 2007 году первое место занимаете в первой лиге выходите в вышку а потом смотрю в следующий год у вас вышки нет и хотя мне началось что-то вспоминать я начал то ли вы отказались то ли что-то такое почему в премьер-лиге не оказались во второй раз нет это был сезон 97-98 и тогда еще не было дивизионов и мы просто на следующий год заявились и нас взяли в вышке дивизион там было по-моему всего 12 команд и поэтому мы смогли войти сразу в 2007 вы именно первое место занимаете в первом дивизионе а в 2007 2008 вас в вышке нет ну как так случилось у команды было видимо сложное финансовое положение вот и поэтому ааа все мега титан нет нет это не мега титан мега титан это мы когда не вылетели и потом ушли в первый дивизион да чего только не было с командой олимпи всего не упомнишь да тогда мы с мега титаном договорились и мы перешли в первый дивизион потому что понимали что по уровню мы уже тяжело поменялись местами они по уровню как раз должны были они по-моему третье место там боролись там боролись три команды были мегаполис мегаполис мегатитан мегаполис по-моему вышли а мегатитан третье место занял а наверное сезон 2007-2008 мы были близки к распаду очень близко и мы договорились с одной командой объединиться когда я ушел не мне кажется мало земли мы тогда я думал что команды значит мы договорились с одной командой объединиться и в последний момент они смогли найти себе место отдельно и мы были близки как бы но все-таки мы собрались и вот играли все-таки в первой линии был такой период ну сейчас в третьем дивизионе команда находится у нас передачи сегодня особое внимание уделяем третьей лиге ну я смотрю последнее время успехи хороши у Олимпика 17 игр и всего лишь одно поражение в этих 17 матчах команда сейчас напрямую выходит во второй дивизион вот какие вообще задачи стимулы у Олимпика какие вообще установки молодому поколению даете перед матчами какие задачи выигрывать каждую игру а там видно будет ну я лично говорю что в принципе учитывая что у нас много ветеранов и нам нет смысла играть во второй лиге потому что ну потому что наш уровень с каждым годом он снижается ну потому что уже возраст правда когда мы играем никто нам ничего не никаких никаких не делает уступок и то есть видимо не выглядим мы на 40 лет да и многие думают что нам 30 вот и поэтому но в то же время 16 матчей без поражения это говорит о чем-то наверное ну у нас сейчас подобрался очень здоровый коллектив потому что у нас получается сплав очень удачно сплав опыта и молодости то есть и мы очень удачно вот это зачитаем и практически нету срывов вот и даже в том матче который вот мы проиграли лидеру очень очень сильной команде импульс вот в принципе был момент мы вели 2-0 и могли залить третий и в принципе могли наверное тогда сыграть немножко по-другому сотворить сенсацию у импульса вообще одно поражение во всем чемпионате от в эссайле наша бы сейчас беспроводная серия была бы 17 матчей это конечно не от эссайда как раз от эльтерона а они переименовались да-да-да от эльтерона просто видимо импульс выступил с инициативой к лиге что пожалуйста переименуйте ту команду которая нас обыграла да чтобы забыть об этом навсегда и после этого они меньше 10 голов соперникам не забивают да я посмотрел статистику там 15 мячей кому-то 20 даже загрузили ну понятно но тем не менее если во вторую лигу вы выходите решение будете понимать будете курлтай собирать был момент когда я понимал что вот мы уже там по-моему пятая победа подряд и мы с шестого места должны передвинуться уже на четвертое вот а сейчас уже на третьем да и я понимаю что мы выходим на игру и если мы эту игру выиграем то я даже не знал где мы уже где мы сможем оступиться потому что у нас остались команды из второго этажа эшелона эшелона да а всех мы уже с лидерами со всеми сыграли ну хотя придется во второй играть да да здесь уже как бы если бы я мог один решать вот у нас всегда все как команда решает то есть поэтому а команда хочет играть во второй а если в следующем сезоне так сложится что в первую выйдете что будете делать я хотел сказать что я нагло побреюсь да играть надо будет что-то молодежь амбициозная быстрая сильная нет нам есть где усиливаться в принципе у нас есть неиссякаемый источник вот но в принципе нам просто самим хочется играть поэтому мы не можем 8 выпустить 8 игроков из сборной России да и а самим отдыхать на лавне вот здесь хотел чуть поподробнее спросить слышал неоднократно такую фразу когда за олимпик приезжают спартаковцы шансов нет ни у кого что это вот за спартаковцы и как ты сказал сейчас сборная России вот что это за люди такие загадочные которые приезжают и громят всех но приезжают иногда про сборную России это условно ну я вот что-то подумал что может быть даже до того доходят сборники приезжают но про спартаковцев если скажешь пару слов в принципе не знаю насколько большая аудитория вот потому что без имен да ну можно без имен многие ребята заканчивали спартаковскую академию да и потом не играли на профессиональном уровне вот хотя могли продолжить в профессиональных командах кто-то брался за учебу кто-то вот и ребята мы дружили и поэтому они вот за нас играли периодически но сейчас мы от этого немножко отошли то есть у нас в принципе сейчас нету профессионалов не приезжать никто да сейчас мы чисто уже своим коллективом потому что некоторые профессионалы они играют не только в спартаке а в других регионах нашей России поэтому не вот некоторые все-таки заиграли да несмотря ни на что да а если приезжать то им нужно нам нужно по 300 да как Женя Бакланов говорил светлая ему память в принципе не просто на самом деле бывает что травму можно получить не играя в футбол вот а у ребят там контракты и потому что мы будем переживать что они и со нас получили травму поэтому не хочется ну с другой стороны своим коллективом да хорошо никто не обижается и результаты хороши сейчас вот много забиваете Вася вот тебе вопрос ты лучший бомбардир Олимпика за его историю сколько голов забил вообще за все эти годы примерно хотя бы даже примерно не могу сказать если округлять там в первых чемпионатах было очень помного по 5 и по 6 и по 8 в первой игре он забил 8 это рекорд твой мы забили команды 16 половину Вася забил было не я думаю 500 забил 500 забил точно 500 забил точно что-то между 600-700 мы просто мы какое-то время вели статистику но потом уже стало уже тяжело потом уже тетрадки истлели закончилась бумага компьютеров тогда еще не было а бумага не выдерживала ну 600-700 голов это вот очевидно что это рекорд вообще всего ЛФЛ наверное да ну а как забить больше если ты участвуешь там в 10 чемпионатах ну ты же не будешь забивать по 60 по 70 ну вообще да я думаю что это вообще рекорд мы нам постараемся конечно посчитать отталкиваясь от цифр ну 650 средняя вот ну думаю что вряд ли мы столько насчитаем у кого-то из футболистов поэтому ребята кто смотрит передачу может опровергнуть то сообщайте у Андрея ну вот Андрюху посмотрю потому что он тоже давно и в Медике и в Барсе забивал много ну а так то что столько сезонов ЛФЛ конечно тебя говорит 20 22 23 сезона я потом у него автограф возьму я что-то не задумывался на эту тему да потом да у всех друг у друга будем автограф убрать ну вот если о юморе может быть какой-то смешной случай или интересная история из жизни Олимпика вот что-нибудь такое припоминается может быть из той светлой доброй матвеевки с ее аурой а может быть еще что-то вспомнишь или ты Вась ну я могу сейчас рассказать сразу я могу вспомнить как ты за нас поиграл один раз это в Талеком тоже да в 90 каком-нибудь году и мы выиграли это не в той игре было кстати когда 0-3 было и 5-4 вот у меня с очагом да когда у нас два раза не было да не хватало ребят и ты вышел и мы выиграли но это был другой очаг но маленькая ремарка что регламент тогда позволял игрокам выступать за разные команды поэтому нарушения не было с разрешением соперника можно было выставлять да но мы то выиграли вместе у него один турнир это был один из первых кубков вот и мы тогда играли с командой в полфинале кубка вот и мы когда уставали мы в перерыв ну то есть бежали на замену и пили воду вот а что пили ребята из той команды сложно сказать вот но есть небольшие догадки что-то огненное но все-таки сейчас ноги поймут но все-таки мы выиграли этот матч еще вспоминается один матч когда мы это вот уже как раз начинались такие видимо времена когда тяжело было собирать народ и мы приехали на игру нас по-моему было четверо нас было четверо и соперник нам хотели тоже поиграть и они нам разрешили взять четверых ну так по улице пройтись бабушку взять еще какого-нибудь дворника и в итоге мы выиграли спортинг как так назывались стандарт стандарт команда такая была вышки тоже они в свое время играли там даже кто-то из высшей лиги чемпионата эссер играл в том матче за стандарт да но они тоже играли удовольствие не было задачи там как-то обязательно то есть вы так с легкой ноги чемпионов в ссср обыграли просто не он не чемпион он игрок просто выше лиги ну здорово интересно интересно конечно такого веселого вспомнить смешно у нас каждую игру смешно в принципе как и в каждой команде потому что футболисты они все по натуре какие-то очень веселые все ребята и кому-то что-то скажешь и в ответ сразу тебе три фразы летит какие-то даже когда пытаешься кого-то заменить или наоборот выпустить на замену или кто-то забивает или нам забивают постоянно смешно мне кажется мы смеемся постоянно в каждом в каждом матче да но правда сейчас вот прошлый сезон и у нас как это давляло над нами какое-то нервное напряжение что ли не получалось вот прошлый сезон вообще не хочется вспоминать вот потому что мы очень плохо играли не хватало ребят не собирались вот а в этом году мы практически друг другу даже не пихаем то есть настолько как-то все друг другу относятся по-доброму что и сразу результат побеждаете да то есть микроклимат атмосферы команды как бы говорит о том что вы вверх идете очень важный момент важный момент да конечно а так вообще ну вот олимпиком кроме футбола вообще встречаетесь там куда-то ходите так для поддержания так сказать микрофлоры командной химии я им постоянно говорю что нам надо собираться обязательно не только командой надо собираться семьями потому что почти вся команда уже женатый и ребята и поэтому надо обязательно поддерживать это все вместе чтобы жены спокойно отпускали нас на футбол или в баню вот Вячеслав Илюхин у нас пожарник был в гостях смотрели передачу да вот он говорит дипл 13 все в бане собираются он тоже не лишь не так часто конечно сколько мы да ну ну 34 были за последние годы не ну надо обязательно микроклимат надо обязательно поддерживать вот с точки зрения команды и духа и чтобы никто не обижался и всех друг друга вместе тянуло это очень важно особенно наверное в ЛФЛ да все-таки любительский футбол важно не только играть но и как-то дружить наверное чтобы это было как частью жизни что ли да и не только спортом но и приятным времяпровождением да и дружба опять же возникает у нас однозначно это получается что это Олимпик это как наш член семьи это наша жизнь потому что в принципе вот мы уже здесь дружим 20 26 лет да в команде но до этого мы еще дружили наверное лет пока в школе учились лет еще 8 ну это здорово то есть уже лет 30 это просто отлично мы дружим да и конечно и команда тоже это очень важный момент стараемся как бы вокруг себя всех сплотить сплотить да ребят ну не так много времени у нас в эфире вот в принципе многое обсудили если что-то может быть хотите добавить там или какие-то пожелания к лиге или приветы какие-то передать то есть у нас еще пара минуток может быть что-то хотите сами сказать не ну мне очень понравилось у вас приглашайте нас еще значит надо будет нам где-то выиграть еще что-то чтобы нас опять пригласили да в принципе очень интересно хочется ребятам всем сказать что футбол это такой вид спорта демократичный да что не надо много снаряжения не надо много чего-то придумывать то есть нужен только мяч и футбольная обувь и все и друзья и выходите играйте это тем более 8 на 8 это такой вид футбола что он позволяющий собраться узким кругом и спокойно где-то играть это замечательная идея ну что ребят всем удачи побед спасибо большое что нашли время пришли к нам сегодня у нас в гостях были опять же повторюсь легенды запада легенды футбола 8 на 8 руководитель олимпика Андрей Чипотарев и лучший бомбардир думаю все-таки всего ЛФЛ Василий Тищенко спасибо ребят до новых встреч приходите еще обязательно позовем это была передача в натуре сегодня для вас работали журналисты Михаил Меркулов Дмитрий Ершов я Максим Киселев наши гости Александр Зуев Андрей Чипотарев и Василий Тищенко спасибо что были с нами до новых встреч друзья